Не ждите меня на работе Я буду весь день на футболе, на лавке и даже на поле И в ливень и в снежную бурю, вообще погоду любую Меня вы отыщете тут же, гоняющий круглый полушек На туре, на туре, на туре, я буду сегодня на туре На туре, на туре, на туре, смотрите все на туре Пролетел незаметно две недели, вот уже очередной выпуск передачи на туре Дим, приветствую тебя еще раз Сегодня будем обсуждать не только внутренние перипетии, но у нас еще были еврокубки Их мы обсудим с гостем Но, Дим, с чего начнем, наверное, мы начнем с западной премьер-лиги По традиции западной премьер-лиги, тем более, что здесь не так может быть много матчей Но есть о чем поговорить И, конечно же, в первую очередь хочется застрять внимание на нашем экс-лидере чемпионата на команде техносила Три поражения подряд после такого хорошего действительно старта Когда команда заняла первую строчку турнирной таблицы И вот сейчас три поражения подряд Вот, на твой взгляд, Миша, это просто череда серьезных соперников Или команду что-то надломило Вот сейчас не приезжает Булыкин, не приезжает Сенников Лаевский сломан, что это? Мне было бы очень интересно посмотреть то, как выглядит Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сенников в матчах с нашими грандами, с нашими топ, так скажем, командами Но этого не происходит, да, по тем или иным причинам эти футболисты не приезжают Я бы все-таки склонен и склонялся бы к тому, что спад и поражение техносила связаны в первую очередь тем, что все-таки команда играет с сильными соперниками И, наверное, пока техносила им просто не... техносили, они не поступали на прошлой неделе техносила с Титаном И, собственно говоря, техносила большую часть матча играла-то неплохо, да, но давала бой титановцам Но все-таки вот один гол Артему Кузина в концовке уже матча определил исход встречи и поражение 1-0 Набери тогда очки, наверное, может быть, техносила совершенно с другим настроением выходила бы уже на трансконтейнер Да, ну и постоянно мы слышим из стана этой команды, что, в общем-то, никакой звездной болезни у них нет, что Трецу оценивают свои силы, свои шансы Ну, вот все-таки хотелось бы, чтобы их лидерство немножечко подольше продержалось Это все-таки какая-то такая некая дополнительная интрига нашему чемпионату Дим, ну это уже совсем уже, да? И Титана вышла с первой лиги сразу, там, чуть ли не чемпионом, да? Может, крану еще этихносила? Ну, у нас такая сейчас лига, что все команды, в общем-то, относительно равные Да, выделяется ФКСП, выделяется там Нига Титан, ну, в общем-то, все эти команды, которые, в общем-то, давно уже в западной премьер-лиге существуют и борются за трофеи Но при этом техносила, ну, вспомни тот же самый трансконтейнер Как прекрасно команда зашла в высшую лигу и тоже, в общем-то, держалась в призерах Это интересно и как раз это нагревает тот самый интерес к чемпионату Второй матч, вот Дима сказал о том, что у техносила такая череда матчей, да? Трансконтейнер уже в эти выходные, собственно говоря, и счет уже здесь крупнее 4-0, потому что все-таки Трансконтейнер, наверное, его уже можно называть командой, которая освоилась давно в западной премьер-лиге Которая намного в этом сезоне уже претендует, которая снимала скальп в прошлом году с лидеров и в этом году тоже снимает И мне пока Трансконтейнер кажется очень мощным, единым коллективом, который, ну, согласишься, где-то на классе, наверное, может быть, обыграл даже техносилу Техносила была обыграна на классе абсолютно точно Да и вообще последние матчи Трансконтейнера создается впечатление, что команда действует действительно сильнее, чувствует себя сильнее соперника и действует очень уверенно Не знаю, с чем это связано, опять же-таки была смена тренером, это, может быть, как раз плоды работы мы только сейчас и можем наблюдать Трансконтейнер очень хорошо играет и мы еще в прошлой передаче даже не стали особо акцентировать внимание на этой команде Пока все идет хорошо, как говорится, лучше и не трогать Ну, согласен, да Давай сейчас немножко обратим вниз турнирной таблицы, где у нас находятся ЛЧО, Кегли Давай, а верх, верх турнирной таблицы А потом вернемся к верху, давай так немножко сделаем скачок по такой синусоиде Мы просто в общих чертах расскажем о том бедствующем положении Альянса, который за два матча пропустил Да даже не важно, сколько пропустил Альянс Сам факт того, что какие разговоры, да, какие слухи ходили вокруг этой команды, что тяжело собирается на матчи, тяжело собирается на игры И не все так гладко идет, были какие-то там серии экстренных трансферов, да, чтобы спасти как-то положение Но в итоге мы имеем неявку команды на, собственно говоря, матч западной премьер-лиги Прямым конкурентом с ЛЧО Да, ЛЧО все-таки, наверное, стоит относить пока что к командам, которые будут бороться за выживание Но посмотрим, как дело дальше пойдет То, что мы видели вот непосредственно в матче против Вейера, да, в исполнении Олимпии Ну, это немножко не то, к чему мы готовились, да, когда мы ждали Олимпию Это все-таки, ну, и состав не тот, и игра, наверное, все-таки еще далека от идеала Не было голкипера, да, Матерухин стал на ворот Ну, в общем, такие есть какие-то проблемы пока ЛЧО, и совершенно не стоит, как мы это раньше делали, да, Олимпию сразу же причесать к середнякам Или же, может быть, где-то вверху турнира таблицы в виде команды Подпишусь, Дим, под твоими словами Единственное, наверное, я бы добавил еще Давай такое снисхождение сделаем подопечным Барамидзе Потому что все-таки команда только приехала после чемпионата мира из Аргентины Перелет, акклиматизация, все, это заняло третье место С чем мы ее поздравляем, нашу сборную паралимпийскую Да, для них это не очень, может быть, удобно Для них это вообще не результат, да Да, это, можно сказать, не результат Но третье место для нас, это все равно почетно Да, мы гордимся ими Мы желаем их дальнейших успехов и так далее Но давайте все-таки сделаем небольшую поправочку Вот еще несколько туров пройдет И посмотрим, как будет Олимпия играть И тогда уже будем делать какие-то выводы Пока, да, действительно, ЛЧО не похожи на себя Которую мы уже начинаем отвыкать, да Вот по ходу прошлого сезона, по наступившему, да По той игре, которой мы в боевитости, по характеру, по интересной игре Пока у ЛЧО это все отсутствует Наверное, что, Дима, еще мы можем с тобой отметить За двое прошедших выходных Это, наверное, Западный Легион Вот еще, наверное, изнизу можно отметить Тоже проводил две игры В прошлый выходной 11 пропущенных мячей от ЦДН Ну, там вообще просто поиздевались футболисты золотых До этого была прокуратура Девять, по-моему, мячей было забито Да, то есть, ну, такие разгромные считания Получается у команды Хотя вот с Титаном первый темп провели Очень показательно Не знаю, что происходит Может быть, и на Титан был особенный просто какой-то настрой Ну, ладно, ЦДН, это мы 11-1 Здесь все понятно В принципе, да, как игра развивалась И золотые, скорее, здесь не дали себе слабеньку Вот интересен был матч Все-таки Космос-Западный Легион Да, вот в эти выходные Игра буквально, действительно, за 6 очков Согласен? Соглашусь За 6 очков нужно набирать сейчас баллы Чтобы хотя бы не видеть, да, название своей команды Где-то в зоне вылета Это очень важно И это отражается на той же самой мотивации, да, команды То есть, если в начале сезона команда хорошо стартовала И набрала какой-то гандикап Очков идет где-то в середине, может быть, да Или где-то выше Это, так скажем, самомотивация, да То есть, команда сама себя мотивирует И мотивирует на какие-то положительные результаты в дальнейшем И вот здесь этот матч был важен Потому что, ну, честно говоря, и у Космоса не все так хорошо И, да, есть вроде бы какие-то свежие новые вливания Но, честно говоря, от новичков Ну, и большего, наверное, ожидаешь всегда, да Их просто очень много Да, этих новичков, честно говоря Да я даже не к тому, что их много Ну, это проблема космоса Ну, что непонятно? Непонятно то, что люди уходят заиграть, грубо говоря, команды более высшего уровня Каждый год из Космоса И Космосу приходится набирать новичков Это, ну, как нормально Ну, с этим сталкиваются люди, да В общем-то, вспомним Мегаполис Каждый сезон мы одно и то, что, в общем, говорили Про эту команду Возвращаясь, опять-таки, к матчу Космоса И Западного Легиона Вновь мы видим, что игру делают Вот Хатовицкий, Шакуненко, тот и самый Епифанов В общем-то И здесь вот костяк, наверное, Космоса как раз и дал о себе знать Потому что было бы у Легиона вот такая же, да Стройная линия, скажем, центральная, да Я думаю, что мы увидели здесь ничейный результат А так Космос был все-таки сильнее И 3-1 это по делу Да, и по делу, и Космос действительно был Сильнее, вот, кого бы я отметил в Западном Легионе Это все-таки Леша Лаврентьева, да, Капитана Вот действительно боец, да, мозга костей Какой бы счет ни был, бьется И бьет, и попадает, там, несколько раз попал в крестовину Опасно бил, и отрабатывает впереди и сзади Вот, наверное, вот всей команде не хватает такого бойцовского духа Именно Западному Легиону Вот команда, которая вышла вот только в первый раз в Премьер-лигу Да, немножко неожиданно, но тем не менее, да Мне кажется, вот именно вот такого компонента не хватает Вот, кстати, про Космос Добавлю такую вещь Наверное, не для всех команд Такая вещь мотивация Но Космос, еще и говорю После матча с Техносилой Да, в лице Вячеслава Епифанова О том, что мы хотели Техносилу поставить на место Показать, да, все-таки мы пять лет В Западной Лиге, а вы тут вышли, да И тут идете на первом месте И как бы поставить на место немножко А это очень неприятно, когда ты уже, в общем-то, к Крифе Западный Премьер-лиги И команда из Первой Лиги поднимается Да, и все говорят про этих Носилов Да, 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 да Это, конечно, задевает Но Западный Легион, вот, например, там у Титан появился бы, да Обыграть там Титан, ну, да, настрой, да, поставить на место Но вот для Космоса это мотивация Поставить Западный Легион также на место Показать, что значит, кто в доме ходит И мне кажется, это тоже одна из мотивирующих частей Космоса Очень важная У которых для многих команд такой мотивации нет Для них это не мотивация Для Космоса, мне кажется, мотивирует очень сильно Чтобы обыграть принципиального соперника И не только по турнирной таблице Ну, здесь, да, здесь где-то Техносила становится заложником Своих успешных результатов, да На старте чемпионата Потому что на команды, которые идут на первом месте В априори будут все настраиваться И это и в нижней части турнирной таблицы Все команды, ну и, конечно же, все лидеры, тем более Да, которые хотят, в общем-то, сами быть спаймом первенства Дим, ну, у нас остался еще один матч Это Портер Москва Прошлые выходные Которые мы не осветили Здесь очередная шестая победа подряд пивных И Космос, прошу прощения, а пока Портер, конечно же У нас лидер чемпионата И немножко анонсирую, скажу, что в эти выходные Портер встречается с Титаном, по-моему, да И это будет проверка Я вот говорил, может быть, несколько недель назад О том, что я скажу свое мнение о Портере Да, но в связи с тем, что немножко приболел Я не успел этого сказать Но вот после игры с Титаном я обещаю поделюсь своим мне Ну, как-то ты слишком все это Интригу слишком сильно выдерживаешь Давайте сейчас до Титана Давай до Титана говорим Нет, потому что я вот не могу сейчас формировать полное мнение Ну, это... Портер там был чемпионат России Разбились, да, вот И все так у нас на кусочке Вот для моего личного полного пасла, да И то, чем будет заниматься Портер в этом сезоне Вот мне бы хотелось посмотреть с этим матчом Титана И от него я... Ну, это знаешь, это из разряда Давайте дождемся первой части чемпионата, когда закончится Я там скажу Ну, 10 туров сыграно, Миш Нет, ну, согласен, ты видишь Просто немножко... Хорошо, хорошо Да давайте тогда к матчу возвращаться Портер, во-первых, Москва Звездин травмирован Звездин лидер команды Звездин... Ну, это выдающийся игрок Вообще, я слышал даже такие мысли К сожалению, что Возможно, возможно И Звездин подумывает о завершении футбольной карьеры И уже на тренерской деятельности будет сосредотачиваться Это очень для меня обидно Если так произойдет Потому что, ну, это вот знаешь Когда подобные эмоции испытывал Когда Андрей Черниговский сказал Что я вот в следующем сезоне все Я уже буду тренировать и не буду играть Хотя, казалось бы, почему бы и не поиграть Не порадовать болельщиков, зрителей своей игрой Но Звездина нет Звездин травмирован Но вернулся Валентин Лиховенко Ну, если брать на чашу весов Игровую Звездина Лиховенко Да, то мне кажется Вот фигура Звездина Она во многом перевешивает Как гирю поставить А здесь... Но здесь я бы обратил внимание на том Что это очень вовремя Возвращение Лиховенко Оно очень вовремя Потому что Звездин, он держал команду как-то и в узде И в целом организовывал, как мне кажется Весь этот околофутбольный процесс А сейчас Звездин травмирует Звездин не приезжает на игры И нужно кому-то брать роль лидера в свои руки И хорошо, что Лиховенко вернулся И будем ждать от Москвы Каких-то сейчас подъема Какого-то, может быть, эмоционального Москва неплохо Ведь начала чемпионаты Я с точки зрения игры Не результата, да Но результат, победа Она... Ну вот, хоть как... Дай попить, да Не дается вообще Вот все, чего-то где-то не хватает И хорошие матчи были там И с Титаном И еще с командами Хорошего уровня Но вот побед как не было, так и нет Знаю я из таких источников Что не все там хорошо в коллективе Один не приезжает Второй не приезжает Тот же Казаков На которого очень надеются Это очень сильный человек Это человек центральной оси Извини, он же после травмы вроде как Да, но вот он играл уже в этом сезоне Буквально один матч Да, тоже сильная фигура И поэтому все где-то у них что-то не хватает То они там матчи хотят перенести Чуть ли не за день, да, до матча Но это вопрос организации Да, это все вопрос Изнутри где-то все это пошатывается И вот дает в результате такой результат Но опять же, Москве мы желаем Вот такого выздоровления Может быть, как раз укол в виде Валентина Лиховенко Он как раз подействует очень удачно И Москва наберет свои целые очки Пока вот потеря очков Портер больше хотел Портер, собственно И набрал три очка по игре И сейчас, как мы говорили, на первом месте Ну вот Ожиданно или неожиданно Но просто действительно на первом месте Обгоняет он Титан По, по-моему, количеству забитых тоже мячей Даже разница там, по-моему, одинаковая Но у Портера сейчас очень тяжелый график Очень тяжелый календарь Почти все лидеры будут Предстоит с ними сыграть матч Нужно здесь тоже набирать очков А вот готова ли команда Максимова Ковальчака То есть успела ли она пройти вот этот Период адаптации, да Потому что он разговаривал с Максимом Перед тем же самым чеканатом в России И он сказал, что, конечно, хотелось бы побольше времени На то, чтобы команда притерлась друг к другу Точнее, футболисты притерлись друг к другу Чтобы команда сплотилась Ну, так скажет любой тренер, да, в принципе Но, когда сезон начинается И чемпионат России уже через два месяца Все-таки, там, даже не два месяца, а полтора месяца Я вот здесь верю, да Где-то можно лукавить, но я здесь верю Максиму Ковальчакову Ну, а пока хоть ты лопни, хоть ты тресни Но Портер у нас на первом месте Поэтому на этом и закончим Есть у нас еще матчи, конечно же Коммунистов, КПРФ Собственно, и был центральный матч За который закончился с необычным счетом 0-0 КПР Мегатитан Мы его обсудим, но через несколько минут Уже с нашим анонсированным гостем Ну что ж, друзья, как мы и обещали Окончание западной премьер-лиги Кубок ЛФЛ и Лива Чемпионов Мы обсудим с нашим гостем С человеком, которым всегда есть о чем поговорить И о футболе, и за его пределами Это руководитель коммунистической партии Российской Федерации А именно просто КПРФ В нашей западной премьер-лиге Илья Савченко Ну пока только футбольные клубы В ЛФЛ, да Добрый вечер Илья, за прошедшие две недели Твоя команда встречалась с двумя клубами Ну я имею в виду о чемпионате Мы сейчас говорим Первый матч с Космосом Собственно, помнишь ли ту встречу? Хорошо, я все матчи хорошо Хорошо, пока вот наши зрители смотрят забитые мячи Помнишь ли, кто забивал в этой встрече? Ну если я не ошибаюсь По-моему забил один гол Сашнин Два Севастьянов сильными Хорошими таким поставленными ударами И первый Нарк Акации Так как он в последнее время Достаточно стабильно Пополняет свой голевой багаж Да, все верно Ну вообще Игра с Космосом Как сложилось Но вкратце Достаточно неожиданно Потому что Неожиданно легко Нет Мы всегда Какой-то сценарий прорисовываем С нашим соперником И мы ожидали Что мы будем играть Против команды У которой будет 15 человек Их оказалось 8 И собственно Это поломало весь Все наши задумки Вот Но слава богу Мы выиграли Вот Ну выиграли Да Я думаю За счет того Что наверное Все-таки Не хватило состава Космосу И конечно Все-таки Я считаю Уже Ну Бросили они Своего ветерана Белоусова Ну скажем так Там ветеран Действительно Там Говорят Что ты Чудо не 54 года Ну да Да И Выходить против Такого Мощного Физически Игрока Как Акаци Конечно Сложно Нужно играть Тогда с подстраховкой Ну пока Мы не перешли К следующему матчу К 1 Центральных В 10-м туре Илья Вот В этом чемпионате КПРФ Лихорадит Хандрит Вообще Что-нибудь Сначала Вроде бы Ты вернулся На тренерскую Скамейку С трибун Слез Вот Но как-то Вот результаты И Ну хотя Сначала Да На этот вопрос Что происходит Энтузиазм пропал Или Собственно Ушел я С тренерского Мостика Потому что Мы выиграли Кубок Получалось Без меня Соответственно На фарт Решил Делать Оставить Все так же Но К сожалению Начало Чемпионата Три поражения И пришлось Вернуться Опять же Не хочу Там Ругать Сергея Громова Но получилось Так что Некоторые игроки Ушли из нашей команды А тех Кого мы позвали К сожалению Не смогли Нас усилить Как я вернулся Собственно Если не брать Несбор С кеглями Мы проиграли Только один раз Это Вееру Это был Первый матч И я считаю Что там такая игра Была на три Результата Мы проиграли Один-два После этого Мы все матчи Выиграли Но все равно Сейчас позиция Не удовлетворительная Таблица Конечно Конечно Мы потеряли очки Вот как раз Превью было Перед последним матчем Что Мы плохо играем С лидерами Как мы плохо играем С лидерами Мы обыграли прокуратуру Мы обыграли Портер ЦДН я считаю Там Выиграл Нас 2-1 Только за счет того Что мы еще Новички Не вписались В нашу схему Вот Поэтому с лидерами Мы играли хорошо Вот именно обидно Что мы потеряли очки С аутсайдерами И из-за этого Конечно Наше место Нас совсем не устраивает Давайте разбираться Вот какое место Все-таки должно Должно Точнее Заниматься КПРФ И Как раз Про эту Так скажем Перетурбацию Перед сезоном Да Когда игроки ушли Новые пришли И Илья Вы говорили Что В чемпионате Будем потихонечку Набирать ход Делаем ставку На То же самое Кубок ЛФЛ Но кубок ЛФЛ Мы вернемся Чуть позже Но что сейчас Вот Себя представляет КПРФ Это топ клуб Топ команда Команда Которая борется За тройку Хотя бы Тройку призов Да Может быть За чемпионство В том числе И вот Не поверите Как раз Когда ехал На передачу Думал о том Что Вообще Какая ситуация На западе И хочу сказать Что если бы мы Играли бы Прошлым составом Прошлогодним составом Которым мы играли На кубке Я думаю Мы были бы В тройке Собственно Сейчас Такая ситуация Что да Получилось На некоторых игроков Мы рассчитывали Они не могут приезжать Кто-то ушел Там какие-то По личным Мотивам Вот И нам просто Не хватает Скамейки То есть У нас есть все У нас есть игра У нас есть исполнители Но нам чуть-чуть Не хватает Просто Скамейки Ну надеюсь Что мы ее Пополним И Мы будем Обязательно Топ-клубом Скажем что Селекция летняя Была Неудачная Прямо так и скажем Да Она неудачная Получилось так Что К сожалению Положились на то Что там Друзья друзей И Получилось Что собственно Все Новички Ну если не брать Тех кого мы знали Это игроков Атлантиса Они Собственно Нас Не усилили Ну тут же Скупейка Например Виктора Ну могли бы Ко мне обратиться Я бы Точно На характеристику Ну И по Виктору Я хочу сказать Что отличный парень Но просто В нашей философии игры Защитник Немножко другая Я прекрасно понимаю Да защитник должен Хорошо держать мяч А он Разрушитель Разрушитель У нас на поле Может только один Быть И поэтому Он проиграл борьбу Своему же другу Налету Ну Налета Вообще Очень Интересный футболист Мне нравится Во-первых Он молодой Да Он же За сборную Произвался Молодежно То есть Это на перспективу И вообще 22 года 95 года рождения Он играет Неналет Очень Нравится Если Убирать За свои 22 года Он уже успел Даже поиграть В премьер-лиге Да Вообще Какой Парень Растет Но Переходя К матчу С Мега Титаном Да Вообще Счет Очень неожиданный Для Футбола 8 на 8 0-0 Вот Как это так Вообще Ну Как я шучу В последнее время Что Наша тактика Играем Кем попало Вот То есть Кто приедет Тем и играем Вот Получилось так Что опять же У нас сейчас Сложно со сбором Прекрасно понимали Что наверное Свежести нам На весь матч Не хватит Играли В своей Излюбленной манере Вторым номером Но Справедливости ради Надо заметить Что Мега Титан Уже Не 60 минут Нам не забивает А 120 Собственно В кубке Мы их обыграли 1-0 И Сейчас рассчитывали Именно так же Но К сожалению В первом тайме Я считаю Когда была свежесть Мы были интереснее Во втором Они Ну и Ничейные результаты Я думаю Это справедливый итог Ну Вот Это тот момент Когда можно сказать Не скучно ли Нули Ну Да Вот Хотя Вроде бы 0-0 Но игра Не смотрела Скучно И Даже вот Так бы Не скажешь Что 0-0 Счет Да Думают 0-0 Это катали Тележку Но Такого же Не было Ну Последнее время Со всеми Нашими Конкурентами Лидерами У нас Такие матчи Получаются Не Малорезультативными Но Зрелищными От ножа И Поэтому Я считаю Что Зрители Не скучали На этом матче Учинного Раз Вопрос Такой У меня Илья Во втором тайме Очень сели В оборону Вот Роман Нестратов После матча Понятно Что и вратарь И эмоции Только-только Не смог Мне дать Конкретно Этот вопрос Но Вот сейчас Когда ты Наверняка Анализировал Почему так Садитесь Это Твое Решение Или Ребята Просто Устают Нет Ну Именно О чем я сказал Не хватило Свежести На замене У нас Был Всего Один Человек Ну Их Было Двое Но Одного Я просто Не решился В такую Рубку Бросать А Второй Это был Стас Ларионов Так Если Сказать Ему Семь Шестого Года Где-то Где Геннадий Ионов Да То есть 41 год И Собственно Поэтому Добавить Свежести Ему Тяжело Собственно Причина Очень Простая Просто Уже Не хватило Сил На второй Тайм Вот Все Эти Разговоры Про Скамейку Все Это Сводится К тому Что В Осеннее Трансферное Окно Нам Стоит Ждать Большого Бума От КПРФ На Трансферном Рынке Это Так Ну Да У нас Есть На Карандаше Человек Пять Просто Мы Наверное Эту Ситуацию Закрыли И Раньше Но У нас Просто Ну Ни для кого Не секрет Что Собственно Мы На паях Держим Команду Я и КПРФ Вот И Скажем так В последнее Время Ну Взгляды У КПРФ Поменялись И Собственно Поэтому Пока у нас Чуть-чуть Неоднозначная Ситуация Нужно Понять Что Мы Делаем Дальше А Ну Игроков Еще раз Говорю Я считаю Что Наша Команда Всегда Именно Славилась Своей Дисциплиной Своей Игровой Моделью Поэтому Игроков Найти Я думаю Не сложно Они есть Вот Поэтому Сейчас Мы Определимся Стратегически И дальше Будем Набирать Игроков Шансов На то Что больше Положительная Стратегия Будет Принята У вас Ну Я По жизни Человек Оптимист И Я Очень Люблю Нашу Команду И поэтому Я конечно Верю В лучше И все Таки Ну Как бы Со своей Субъективно Со своей Колокольни Я считаю Что Процентов 90 Ну Там 80 На 20 И Ну Подытожи Мегатитана КПРФ 0-0 Закономерная Ничья Все Таки Да И Как Можно Сценить Ну Честно Говоря Еще Возвращаясь К этому Матчу Меня Немножко Удивило Интервью Игоря Кроткова Почему То Он Уже Три Очка Положил В Этой Игре К Себе В Карман Вот Поэтому Мы Настроены Были Потом У нас Все Таки Есть Тоже Свои Там Личные Мотивы Потому Что Джанистратов Его Тренер Играет За Мегатитан И Поэтому Тоже Он Хотел Всегда Ну Показать Что Он Очень Хороший Вратарь Вот Не знаю Как это Дальше Скажется На его Спортивной Карьере Но Два Матча Он Доказывает Не Пропустив Ни Одного Меча Ну Да Пока Серия Нистратова Длится Уже Получается 120 Минут С Мегатитаном Да При том Что Нистратов Очень Очень Хороший Но Нестабильный Вратарь По Прошлому Сезону Да Мы Помним Что Он Может Творить Чудеса И В то же Время Он Может Допустить Такой Толя Ну С прошлым Годом Я Наверное Только Ну Так Вспомню Это Конечно Игра С Авангардом Которую Он Провалил Атак Ну Там С Атлантистом Больше Ну Что Будем Наверное Переходить К Еврокубкам И Такой Водный Водный Вопрос Илья Правда Ли Что Евгений Севастьянов Проводит Один Из Последних Матчей За Твою Команду Это Человек Всем запоминается Дриблингом Техникой И вообще Игрой Да Правда Ну Надеюсь Не один Из последних Буду Тянуть До Последнего Дня Окна Да Он Переходит В Титан Вот И Собственно Ну Скажем Так Его Я В этой Ситуации Понимаю Потому Что Он Молодой Парень Там Все Так Он Может Зарабатывать На футбольном поприще Поэтому Я его Прекрасно понимаю Чуть не понимаю Руководство Титана Вот Илья Ты прям Точно Такой же Вот У меня Прям Мысль Пока Ты говоришь Вот Такая же Мысль Сформировалась Вот Сейчас Пожалуйста Ты Ответь на Твой И твое Мнение Нужно ли Руководство Титана Действительно Севастер Ну и так Уже Состав Ну там Дышать Мне кажется Футболистам Некуда Уже Ну зачем Чтобы не досталось КПРФ Понимаешь Понимаете Условно Или там Мегатитана Чтобы он не достался Или опять же Чтобы КПРФ Слабее Зачем Все таки Мы вместе Играем На ту же Вот Если мы говорим О Еврокубках Все играем За честь Запада Ну Я вот Опять же Возвращаясь Скажу свое мнение Ну Во-первых Чисто Человечески Да Ставят Достаточно В тяжелую ситуацию Молодого парня Ну С нами У нас Слава Богу Все хорошо Севастьянов Солнечный парень Абсолютно Моего Я только рад Что есть Кто-то там Готов Платить ему Большие деньги Я Его первой Благословлю На это Вот Но мы Помним Ситуацию С Коротковым Да Там Когда Можешь Сказать Поссорились Две команды Люди просто Нездороваются Вот Зачем это создавать Я не понимаю Много футболистов Зачем Ну Обычно Все-таки Практика ЛФЛ Люди Уходят там Запада Например На север Или наоборот Западная команда Ищет Из других лиг Это раз Во-вторых Собственно Если вы Топка Команда У вас должна быть Какая-то Игровая модель Когда я видел Барс Я видел Игровую модель Когда я видел Атлантис Я видел игровую модель В которую Скажем так Какой бы классный Игрок бы не был Они просто Не подстроились Под нее Вот Та же Даже уже Москва Которая идет Все-таки Во второй восьмерке Я вижу их Игровую модель Что хотят Добиться Руководство Титана Я не понимаю Потому что Когда на поле Выходит Скажем так Одновременно Головской С Архиповым Севастьянов Капков Медведев И еще Главный Наш Дальнобойщик Грожановский Но это же Абсолютно Разного плана Люди Я не понимаю Во что Они собираются Играть Как они Собираются Играть Ну и Собственные Результаты Показывают Что Выходит Скажем так Абсолютно Не звездный Трансконтейнер Ну которые Играют Восемь человек Там восемь И плюс Запасные Играют В одну Игровую модель Они выходят Они их обыгрывают И собственно Чемпионат России Тоже показал Что Выигрывают Не имена Выигрывает Все таки Команда И поэтому На мой взгляд На мой взгляд Все таки Какая то Политика Такая Неоднозначная У руководства Титана И у У меня Такая вот Наглядная Момент был В матче против Флеба В кубке ЛФЛ О котором Сейчас поговорим Когда Головской Во втором тайме Начинал уже Просто срываться На людей Как будто Под мостом Стоит Отдавать А сейчас Придет условно Действительно Севастьянов Который не будет Отдавать Головскому Мы знаем Что Севастьянов Право-лево Отдай Или забей Он это будет Крутить И Головскому Может это Очень Не понравится Ну ладно Это уже Они разберутся Дима Ты думаешь Нужен ли Севастьянов К тому же Титана И правильно Делает Руководство Титана Подписывая Здесь нужно Как мне кажется Взять Всю структуру Целиком То есть Если ты подписываешь Какого-то Игрока Усиливаешь им Состав Тебе нужно Кого-то и отпустить У Титана же Очень длинная Скамейка запасных Она Просто не вмещается На скамейке запасных Люди не помещаются И вот С этим Нужно что-то делать И то что Там Очень правильно Кстати Вещь То что Чемпионат России То же самое Показал что Титан еще не готов Значит нужно где-то усиливаться Что-то нужно менять И Севастьянов Может принести Ту самую изюминку Севастьянов Очень креативный Футболист И не факт Что он будет Постоянно там Круг говоря Водиться Мяч у себя держать И не давать его Головскому С Головским Очень приятно Я уверен Отыграться в ту же самую Стеночку И бежать вперед Поэтому здесь Вопрос Вот именно Того что люди В Титане Засиживаются То есть Вот это есть Длинная какая-то Обойма Да там есть дубль Куда все И ездят Но по факту Играет То есть Какая-то обойма Да А все остальные Только приезжают Вот если Все-таки уже Сделать ставку На основной состав На основных запасных Ну так скажем Кто приезжает на игры Кто делает результат А все остальные Можно и в дубль И куда угодно Это одно дело Если же просто покупать их Для того чтобы Вот они были Как Севастьянова Можно купить Ну так можно всех В общем-то Скупить всю лигу И действительно просто Славить всех конкурентов Но я не думаю Что именно Вот такая задача Стоит у Руководства Титана Я вот кстати Хотел добавить Вот еще Проблема Вот как раз Чего по крайней мере Мы стараемся Своей команде Не делать То чтобы Вот этого Не создавать ощущение У любого игрока Что Сейчас мы увидим Кого-нибудь сильнее И тут же тебя поменяем Потому что Человек всегда готов К тому Что его просто Подвинут Вот И вот у нас В команде Да Там Все-таки Больше дружественные То есть Мадьяров И Кокаци И Сашнина Я могу там Кричать И последними словами Там на них Но они прекрасно знают Что я в них верю Что У них всегда будет шанс Что Мы будем Как-то строить Игровую модель Именно под них Там Да Вот А тут Получается Ситуация такая Ну Выйдет Там Я не знаю Я просто Не так слежу Внимательно Там за Титаном Кто там Был На месте На которое Позвали Там Севастьянова Он был Опа Его перестали вызывать Все Первый же Звонок Произошел Его не позвали Он тут же Начинает искать Команду И соответственно Вот именно Вот этого Командного духа Нет Вот С другой стороны Это конкуренция Все-таки Какая-то Ну Тот Крыжановский Играл-играл Раз Сел Почему Сел Там Травмы Нет Конкуренция Это хорошо Когда Как Вот Есть Тренер Он Говорит У меня Такая Игровая Модель Под нее Работает Вся Агентская Сеть Клуба А тут По большому Счету Вот Это Мне Игрок Нравится Давайте Его Позовем Вот Этот Игрок Нравится А то Что Они Абсолютно Разноплановые То есть Что Чем Например Хорошо Смотрел Севастьян Фунаст Тем Что мы Стояли В защите И у нас В атаке Было два Человека Акация И Севастьян И им давалось Вот сколько Сможете Продержать Мяч Столько И держите А тут Другая Ситуация Тут надо Во-первых Не то Что отдать Головскому Не забывайте Сколько лет Головскому Под Головскому Надо Хорошо Еще Открыться А это Извините Тоже Школа Это тоже Умение Это Не каждому Игроку Да Но Вот Поэтому Все таки Мое мнение Что В Титане Сейчас Опять же Я не говорю Не про Севастьянов А именно Если брать До Севастьянов Очень Раз Может Заговорили Об этой Команде Очень Разноплановые Игроки Которые Где-то Просто Не дают Команде Развиваться Дальше Ну Вот Кстати Если ЦДН Даже Вспомнить Как они Скупались Вот там Мне кажется Что Это Действительно Была Какая-то Такая Вот Захотел Увидел Понравился В этом матче Я Приглашу В команду Титаны Все таки Немножечко Это идет Более Поступательными Шагами Ну Любое Развитие Ну Подытоживает Результат Да Вот В конце Сезона Мы посмотрим Если Например Не стан Чемпиона Да Можно В той Мире Говорить Что Развитие Было Правильно Пока Да Пока Мы Предполагаем Рассуждаем Но Тенденция Развития Мы Видим Именно Такую Поэтому Здесь Пока Мы Предполагаем Рассуждаем И говорим Мнение Свои Собственно Переходя Кубку Наверное Уже ЛФЛ Илья Твоя Коман В группе С Где Торпеда Сити Миллениум И Фемида Занимайте Вторую Строчку В эти Выходные Обыграли Фемиду С отсчетом 2-1 Проигрывали Да Диноль Нет Нет Выигрывали Тоже Очень Смешно Было Играл У нас Дим Половенчук Который Очень важный Матч Был За Ветеранов Здесь На сет И только Мы забили Да И только Мы забили Первый Гол Он сразу Так Илюх Ну я Все Я поехал Вот Только Мы его Поменяли Тут же Мы Гол Пропускаем Вот Ну На самом Деле Конечно Если Говорить В этой Группе Это Команда Однозначно Самая Слабая Вот И По Большому Два Одним Да Два Оттенок Не скажешь Борьба Как будто Борьба Очень Честно Говоря Первый Раз Оказался На Дубнинской То есть Ну Очень Плохое поле Играли Вечером Просто Реально Такое Освещение Что Ничего Не видишь Вот И поэтому Ну Как раз Возвращаясь К Евгению Какаяц Вот У него Там Было Но Выходов Там Я не знаю Сколько Один в ноль Вот Ни один Не реализовал Успешно Вот Поэтому Ну Чуть Чуть Мы Долго Привыкали К полю Вот Ну Забили Как раз Возвращаясь К разговору Севастьян Он Как раз Два гола И забил Ну Вот Молодец Только По крайней мере Отдает Всего себя Еще Нет Не где-то Там В блоках В этом Мы даже Не сомневаемся Ну Собственно 6 очков Да Ну Выход Из группы Или Я думаю Что Уже Со всеми Вы сыграли На мой взгляд Опять же Может быть Я чуть Жестко Скажу Но Я считаю Что У нас Очень Слабая группа Ну Тем не менее Мы желаем Чтобы КПРФ Спокойно Илья Надо преодолеть Все таки Да Все таки Вы Помните Когда Кубок переправы Вошли Вы дошли До полуфинала По-моему Или до четвертьфинала Садака Проиграли Нет Мы проиграли В четвертьфинале Как раз При том Что 1-1 И 1-0 Там счет был То есть И сухой лист Геннадий Ионов Прекрасно Помним Ну Здесь Торпеда Сити Пока лидирует 9 баллов Но я думаю Что Дома Надо Взять Ну Как раз Это мы обсуждали Тоже Ситуацию Я думаю Надо смириться Вот так Если реально Смотреть на вещь Надо смириться Скорее всего Мы в группе Выйдем со второго места Там Максим Мадяров У меня убеждал Что это очень плохо Я говорю Ну я говорю Что просто Мы очень много Потеряли За этих три тура Ну да У них очень хорошая разница Там Я уверен Что они не потеряют Ну Только с нами Они могут потерять очки Поэтому Скорее всего Придется выходить Со второго места Ну Главное Собственно выйти Потому что Если ставите задачу Высоке Я так понимаю Но в прошлый раз Мы тоже со второго выходили Да Но Как раз С кем играть Да Поэтому здесь Надо обыграть всех Если хотите Что-то Выиграть Илья Ну давай Пройдемся Еще по группам Все-таки Пять Кстати да Ко второму месту К разговору Что у нас Три западных команды Идут на первом месте Соответственно В кубке ЛПЛ И вот Как раз КПРФ Может да По идее Жребием попасть Сразу на запад Ну наверное Просто У меня всегда Скажем так Информационный канал Это Максим Мадеров Он сказал Что мы Попадем на Третье место Из лиги чемпионов Поэтому я сразу Готовлюсь Более серьезным Соперником Но хотя Западные команды Они Не хуже Любой Команды Которые Третье место В лиге чемпионов Занимают Ну в группе У нас занимает Трансконтейнер Первое место Пропускал он Тоже тур В связи с тем Что уезжал На Предсезонный Так скажем Или Турнир В межсезонье Или как правильно Это сказать Да Потому что чемпионат идет И вот они уезжают Я знаю Но турнир Спортивная волна Ездили И собственно Обыграли регион 13 С отсчетом 4-1 Очень уверенно Собственно И возглавили Группу Вот О перспективах Трансконтейнера Я все таки И видел команду Ну вообще После ухода Атлантиса И Барса Да И если все таки Я не беру Там Нашу команду Я считаю Она показывает Вот именно По мысли По игровому рисунку Самую цельную Сейчас Игру То есть Мне вот нравится Они там Нравятся CDN Но CDN Они больше борются Они больше Прессинг играют То есть Ждут от соперника Ошибки А Трансконтейнер Они именно У них есть своя модель Которую они придерживаются Поэтому мне они очень нравятся И я считаю Что Они не отдадут Никому первое место И В принципе Команда голодная Они Ничего не выигрывали Не В чемпионате Не В кубке Если я не ошибаюсь В еврокубках Вот Поэтому я считаю Что Они должны Пройти Достаточно далеко Более того Трансконтейнер Привык играть Спаренные матчи По матчу За каждый день Из выходных То есть Для них Как раз Этот темп Выдержать будет Очень легко Поэтому Трансконтейнер Я тоже соглашусь Абсолютно Первое место Без каких-либо обсуждений Ну и Перейдем Еще к одной группе Группе D Где у нас Москва Расположилась На второй строчке В эти выходные Была одержана Первая победа Над респектом Кэн Достаточно уверенно И первая победа В сезоне И поэтому Команда сейчас Занимает Между прочим Вторую строчку Вот так Казалось бы Аутсайдеры Западной лиги На втором месте В своей группе В кубке ЛФЛ Вот о Москве Как думаешь Ее перспективы Ну Москве Собственно Мне очень Симпатична Эта команда Но Я тут Соглашусь С журналистами Которые пишут Что О Звездино Зависимости Команды Это Именно так То есть Созвезденом И Беззвезденом Москва Это Две разных Команды То есть Беззвездена Это Другая Москва Это Аутсайдеры Да Созвезденом Для меня Под каждым Под каждым Твоим словом Единственное Может быть Как К одной из Немногих команд Когда можно сказать Не фарт Вот Действительно Может не везет Вот Где-то Москве Где-то В концовках Где-то пропускать Где-то еще Потому что Здорово Играют Вот Есть команда Которая Не собралась Там Играла Видно Плохо Где-то Характер Не хватило Ну У Москвы Вроде Всего Есть Да Но Действительно Не везение Какое-то Ну Ладно Это Вопрос Психологии Горожан Пусть У них Есть Тренер Извезден Между прочим Который Методист По образованию Да Он Даже Сыбра Своего Отправил Да Он Я думаю Что Магистраль Принимала Такого Элитного Кубкового Боеца Как Северная Беда У нас Собственно Есть Так же И видео По него Тоже И забитый Мечи Мы все Увидим Ну И Магистраль Добилась Победы Илья Не видел Эту встречу Вы как раз Играли На выездное Да Мы играли Беда Да Ну Беду Прекрасно Знаешь По северу Да Команда Я смотрел Не ву А беду Да Я тут Получился Матч Первый тайм Завершился С отсчетом 1-1 Второй тайм Такой вроде бы Без Голливой При том Что Магистраль Играла Без Штакова И Корчагина Но в целом Надо сказать Что Добились Положительные Результаты Усилиями Таймасова И Не помнишь Кто еще По-моему Забил Ну Форманов Наверное Не знаю Ну нет Корчагина Значит Значит Я должен Форманов Ну Ну Даже не суть Из-за этого То что Добились Такой Ну Нужной Победы 9 баллов И сейчас Магистраль У нас Вот мы можем Видеть В группе Е Занимает Первое место Ну здорово Молодцы Здесь Вот хотелось бы Сказать Что Магистраль Молодцы Что Решили играть Этот матч И несмотря На потерю Корчагина И Шостакова Которые уехали На чемпионат Мира Ну Безда Все таки Не показалась Таким Знаешь Как раньше Была Все таки Посерьезнее Когда Даже Барс Я помню Встречались Чемпионов Мы Там 6-1 На севере Проигрывали И на западе Тяжело было Сейчас Мне кажется Беда Немножечко Такая Приехал Немножко В экспериментальном Так скажем Составе Ну Кстати Если вспомнить Прошлый год Раз мы уж Возвращались У вас Был По-моему Таймасов Да И когда Он говорил Что Вот Был Кржановский Ушел А мы Без него Еще стали Лучше Намного Играть Вот Такой Судя по тому Как в чемпионате Идет Магистраль Непонятно Может быть И мы Лучше Играть Без Корчагина С Шостаковым Вот Я конечно Не заявляю Это Как Совет Тренеру Но Видите Добиваются Результаты И как всегда Таймасов Арманов На Первых ролях Ну посмотрим Вот сейчас Мы все Об этом думали Но боялись Сказать Возможно Возможно Ну и последняя группа Где представлена наша команда Группа H Собственно Титан И Леба Встречались На Сетуньпарке Здесь тоже можно посмотреть Забиты Мечи Ну Такой Общий вопрос Титан фаворита Кубка ЛФЛ Можно называть его? Ну То что Или преждевременный Для То что Титан Дойдет Я думаю До Как минимум Одной четвертой Это точно Другое дело Будет ли команда В этот момент Готова Уже Играть Там От ножа Вот Потому что Сейчас Я этого не вижу То есть Все Ну Опять же Я Из личного опыта То что я видел Вот они Было Ну вот Выиграли они Мега Титан Это да Там Вот это От ножа Они выиграли Больше Вот Серьезных соперников Я помню Только Трансконтейнеры Собственно Да и мы В кубке Вот В кубке Они нам Проиграли 1-5 Трансконтейнеру Опять же Они проиграли И я смотрел Ну Опять же Матч не смотрел Смотрел нарезку Там Трансконтейнеры Должен был Забивать Да Очень хорошие отрезки Да Да И поэтому Если они К одной четвертой Смогут Вот создать Именно Боеспособный Команду Сейчас Это просто Не сборище Да Не хочется Так говорить Именно Да Но это Именно Сборка Хороших Игроков Команды Пока Нет Будет Да Не фаворит Не будет То Где-нибудь В одной четвертой Они оступятся Именно Людям Которые Готовы Будут Косьме Ложиться Под каждый Мяч Да И я вот Кстати Как раз Хотел бы Напомнить Судьбу Мега Титана В прошлом О году Когда мы говорили Что в общем-то Команды выходят За рамки Кубка ЛФЛ Но в итоге В общем-то Не получилось Взять этот трофей Поэтому Пока наверное Рановато Говорить Действительно Про Титан Как фаворита Данного турнира Ну Титан является Фаворитом Своей группы Точно 9 баллов И гарантированное Практически Место В плей-офф В любом случае Мы желаем Всем нашим Западным командам В Кубке ЛФЛ Удачи И в частности Или КПРФ Твоей команде Ну давай еще Наверное С нами обсудим И матч Лиги Чемпионов Там совсем У нас Немного команд Три команды Мега Титан Очередной тур Пропускал Вот У них вообще Всего одна игра Ну и начнем Наверное С ЦДН Нева Который проходил У нас На Сетоне партии Ты его видел Да сказал? Да Даже поделюсь Что как раз В Неве Один из наших Предполагаемых Новичков Играл Вот Поэтому да Смотрел Нева Брала вообще Десять минут Очень плохо Собиралась На эту встречу Ну и в принципе Удалось Увести даже Ничью Мне кажется Это положительный Результат Для Невы Я считаю Для ЦДН Любой соперник Который Заранее готов С ними играть Вторым номером Это очень Плохой соперник То есть Вот Нева Может быть Из-за сбора Еще из-за чего Скажем так Сразу Может сказать Решила Выживать А у ЦДН К сожалению Нету Такой игры Там Как у Атлантиса Там Как у Барса Который готов Команду Которая Хочет Выжить 60 минут Взломать Поэтому В этом матче Ему не пришлось Ну Там Еще Конечно Такая была ситуация Что Они же Сразу Забили Да На первой минуте Да И Вполне Возможно Что Собственно Они Вот Перед этим Играли С сильным Соперником Выиграли Это В Еврокубках 61 Что ли Вот Когда А Авангарда Авангарда Да 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 Собственно Что Было Достаточно Такой Большой Сенсации Именно Что Вот Залетел Гол Потом Второй Третий Видимо Может быть Они подумали Что и тут Сейчас Так Получится Вот А Может быть Чуть Подрасслабились Вот Может быть Где-то Опять же Уже Нева Там Собралась Ну не собралась А именно Что терять Нечего Уже Да Там Вот Сравняли А тут Уже Игра Ушла Поэтому Вообще Наверное Опыт Не вы Да Наверное Тоже Сказался Да Да Поэтому Опять же ЦДН Чем хорош Тем Что У них Не бывает Откровенно Провальных Матч То есть Да Может быть Они Где-то Не забьют Где-то У них Что-то Получаться Не будет Но у них Почти всегда Положительный Результат Поэтому Я Как говорится За ЦДН В группе Не переживаю Думаю Они пройдут Ну а там Дальше уже Как говорится Только везение Это ФКСП Команда 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 Вот Очень важны Очень важные Потери очков Ну как Спартак С Морибором Потерял Условно Да Вот примерно Так же И ФКСП Нельзя было терять Потому что Потом будет Дальше Ну шансы Выход Это ФКСП С группа Илья И Дима Скажите Ну я Хочу добавить Дарья Сказать свое мнение Сделал того Что мы играли С торпедой Я тут Присмотрелся К югу Ведь Мы собственно Юг Все как всегда Воспринимали Что вот Есть тройка Регион И все И больше И там Пустыня Сейчас я Волхонка Когда Они были Еще Вот Ну и по крайней мере Сюда приехала Волхонка Их там Вынес Трансконтейнер По моему Там чуть ли не 7-1 Если я не ошибаюсь Но я Присмотрелся К югу При том Что у нас Как бы там Бывшие Играют Игроки Да Там Григорий Пашанин Вот И хочу сказать Что Юг стал Посильнее Вот И Если говорить Про прокуратуру То она В этом году Стала Послабее Послабее Почему Потому что Я так понимаю Те люди Которые в том году Тащили их На первое место Из ФНЛ Это Мостовой Малания Им сейчас запретили Играть И Вот Ну просто Мы уже Сыграли с прокуратурой Два Два матча Суперкубок И Первый тур Оба Три-два Да Там Сыграли Один раз Они выиграли Один раз Мы Я хочу сказать Что На мой взгляд В этом году Они слабее Собственно Если я не ошибаюсь Они же Кайзеру еще Проиграли Да Все таки Они не такие Слабые И будут Вернуть Скажем так Должок Захотят Вернуть Должок Прокуратуре Вот И плюс Россош Которая Ну Они будут Играть Дома Дома Я имею в виду Ксп Вот То есть Они четко Представляют Все таки У них еще Менталитет Юга То есть Что они Едут Гранду И поэтому Честно говоря За прокуратуру Очень тревожно Да Вот Очень тревожно У них Именно Я Проигру Они там В любом случае По игре Они лидеры В этой группе Но именно Вот по этому Турнирному раскладу Очень Может такая Быть ситуация Что они могут Просто не выйти Да Всякое может быть И очень запутанная Группа И ситуация В группе И на самом деле Для меня тоже Немножечко Положение ФКСП Вот Удивительное Я думал Что немножко Гораздо увереннее Будет Вот я бы не удивился С СДМ бы так Играл бы Да Но в прокуратуру Все таки Я думал Что там Побольше стабильности Но опять же Первый год Лиг чемпионов Это не так-то Легко Ну вот Наверное все Что мы хотели О чем сегодня Поговорить Сегодня в студии У нас был Руководитель Футбольного клуба КПРФ Илья Савченко Илья спасибо Что пришел Обязательно пригласим Тебя еще И удачи Тебе и твоей команде Спасибо большое Смотрите футбол Закончили мы Обсуждение С нашим гостем И Лиги чемпионов И Кубка ЛФЛ И Западной премьер-лиги Все было очень интересно Вкусно Смачно Но теперь Поговорим О дивизионе Ниже Которая располагается Чуть ниже Западной Премьер-лиги Это конечно Первый дивизион Запада Сейчас на ваших экранах Сразу турнирная таблица Чтобы наши зрители Понимали Как Дим Немножко ты сказал Поделюсь таким инсайдом Перед Передачей Скучный Первый дивизион И пожалуй Где-то можно согласиться Ну наверное Сравнив с прошлогодним Когда 4 команды У нас боролись Боролись до самого конца Здесь конечно Явный фаворит Успенская И Альбион Который имеет Свои макки По 27 очков И просто Ну разрывает Наверное Всех своих соперников Тут Даже другая Еще мысль Может быть чемпионат Это не скучно Скучно он С точки зрения Первых двух позиций Здесь Успенская Альбион Они Обыгрывают всех Идут без поражений Без вообще Каких-либо потерь И С точки зрения Как раз первых двух позиций Здесь Наверное уже Все решено Все решено Ну понятно Что туров очень много Все может случиться Но Такой старт Это как бы Это действительно заявка Вот Однако стоит Обратить внимание Что с этого года Есть еще и так же Стыковые матчи Да В третье Четвертое место Играют за стыки И вот здесь Как раз Вся самая главная Интрига Первого дивизиона Раскрывается В полной мере Потому что Если Оставить за скобками Успенской И Альбион То как раз Все остальные команды Между собой Играют Очень интересно Живо Теряют очки Где-то приобретают Где-то неожиданные Какие-то победы Мы можем видеть Или же Просто команда Которая Проигрывала Там чуть ли не всем подряд Может Спокойно взять И сыграть ничего с лидерами Вот это уже интересно Да Но с точки зрения Первого и второго места Это сильно Очень сильная заявка Ну Действительно Результаты В первом дивизионе Чуть ниже Абсолютно Бывают разные И наверное Разница между двумя клубами Она очень велика И это видно И по счету Например Про Необычные Счета Например Вот Алания Команда Которая идет У нас Внизу Турненной таблицы В зоне На вылета Вдруг Обыгрывает Аминева Да Про Аланию Вообще Отдельная история Отдельный разговор Потому что Команда Вот действительно Может Если с хорошим составом Приедет на Сетани парк Может Сыграть И дать бой Любому Лидеру Мы видели это и в матче С Успенским Когда 4-3 Был счет И на последних минутах Могли еще Алания забить То есть Сыграть в ничью И хотя бы Какие-то очки Набрать В этом матче И отметил бы И отметил бы я Не только Победу Алании Над Аминева Но и Так же Ничью С ЦДН2 ЦДН2 Нам чуть повезло Команда хорошая Хороший футбол Показали И мы И они Спасибо Судист Вообще Алания Достаточно Крепный Такой Соперник Со всеми Играет Неплохо Но не всегда Удается Добиться Результат Вот на тот Взгляд Почему Честно сказать Не всегда Сами понимаем Мы с лидерами Можем хорошо Упереться Даже где-то Взять победу Ну Как-то так Вот получается Чуть-чуть Не собранные Наверное В этом сезоне Поэтому Аминева Вы причисляли К лидерам Ну Они выше нас Стоят Поэтому Все кто выше нас Мы считаем Что они лучше Вроде должны были быть Но нам все не повезло Поэтому По факту Из тех команд С которыми встречались Кто запомнился Может быть Больше всего Ну Пока Успенская Хорошая команда Организованная Хорошая Прямо Реально хорошая команда И тактическая И физическая И техническая Команды очень сбалансированные Идете внизу Турнировной таблицы Да С чем это связано Да И есть ли предпосылки К тому Что закончики Где-нибудь в середине Или ближе к лидерам Может быть Вы знаете Наверное Все зависит Только от нас У нас такая команда Которая На самом деле Зависит все от нас Когда мы собираемся Конкретно на игру На соперника Мы выдаем хороший футбол Мы проигрываем Больше из-за Расхлябанности Так-то все Очень техничные Футболисты Все здоровые Мы думаем Никому не уступаем Ни технически Ни физически Где-то команда Может быть Да Но Просто вот Из нашей расхлябанности Какой-то Или не настроен На соперника Получается Что прыгнем Все зависит от нас Мы упираемся с лидерами Причем конкретно Упираемся Значит мы Что-то можем Спасибо Удачи Ну вот так же Отмечаем Ничью Алани С CDN2 Команда тоже В общем-то Претендует на Выход в первую лигу Хотя попадание В цитровые матчи Как минимум Вот Ну и Не можем мы обойти Еще одно событие Которое 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 Задействованы Команды первой лиги Это Лига Москвы Лига Москвы Опять же Два коллектива От запада Представляет Наш округ И Здесь Если говорить Про Тот же самый Дюпель Который Почему-то Почему-то Идет внизу Турнирные таблицы А Зато В Лиге Москвы Просто потрясает Своими результатами Два матча Две победы И Как раз После одной из них У нас есть После матча В интервью Евгения Бобровского Так что Смотрим Я думаю Что мы Заслужили победу Спасибо Конечно За поздравление Игра Была Достаточно Тяжелой Хороший Соперник Имел Тоже Много Моментов Но Я думаю Что мы Были Немножко Посильнее И Победу Заслужили Сегодня И все-таки Счет Довольно-таки Скользкий Вот Дюпель Наверное В этом Сезоне Просто Не может Реализовать Весь Свой Потенциал Ну Я думаю Что мы Очень Просто Много Ошибаемся Очень Много Ошибок В обороне У нас Но Я думаю Что со Временем Будет Только лучше И лучше Дела В чемпионате Идут Не так Хорошо Как В Лиге Москвы Вот что Вы сделали Ставку На Еврокубке Да нет Мы У нас Каждый Матч Рядовой Пытаемся Выигрывать Каждую Игру Свою Но Где-то Не получается Где-то Чего-то Не хватает Немного Нам Но Нынешняя Позиция Дюпеля Это Катастрофа Ну Я думаю Что еще Не все Потеряно Это точно Ну И Соответственно Какие Пути Решения Вы в команде Находите Вот В этой Сложной Ситуация Ну Я думаю Нам Надо Учиться Играть Низом Больше Очень Много Своих Мечей Сопернику Отдаем И Последний Вопрос Вот Судя По составу Который У Дюпеля Очень Даже Неплохо Подобран Все-таки На какой Позиции Ты бы Хотел Видеть Команду И Какая Позиция По силам Ну Я думаю В первой Семерке Мы Должны Быть Ну Вот Так Вот Разворачиваю Хорошо Вашему вниманию Представляем И Турнирную Таблицу Группы В Лиге Москвы Где В общем-то Участвует Депель 13 Видим 6 очков В общем-то Безоговорочное Первое место И Был обыгран На такси Ритм Со счетом 3-2 Очень интересное Противостояние Вообще Конечно Лига Москвы Это тоже Такой турнир На который Стоит Обращать Внимание Но не так Хорошо идут Дела у другой Нашей команды У Коммунара Два матча Два поражения Причем Честно Я говорил еще И в прошлой передаче Видел игру Коммунара И Мне очень понравилась Такая очень Полноценная игра Балансированный состав Со стабильностью Как раз Наверное Коммунару И не хватает Но Отмечаем Опять же Такие поражения С партии 2015 Вот такой вот Команде И Конечно Довольно-таки Не Довольно-таки Печальные Результаты Коммунара Вот этого Конечно Здесь нужно бы Поднажать Команде Первой лиги Ну Для Коммунара Который идет В середине Турнирной таблицы Наверное Сложно будет Побороться за выход В премьер-лигу В этом году Наверное Кубок Да собственно Для Дюпель Тоже некая Отдушина Сейчас Там где можно Получить удовольствие И выйти в плей-офф И выиграть Возможно Какой-то Еврокубок Это тоже Очень Будет престижно Ну и для Западной лиги Всегда В плюс Вот кстати О матчах Интересных Да вот Для меня В первом дивизионе Я бы отметил В поражении Крупные Альбиона И Внукова Да ты сказал Большая разница Между вторым И первым Двумя местами И всеми остальными Но все-таки Ну слишком уж Большая Да Внукова Которая идет В принципе Сейчас на четвертом месте Которая некоторое время назад Вообще Шел в лидерах Сейчас вдруг Проигрывает За счетом 3-11 Альбиона И это Для меня Немножко удивительно И один из Членов команды Альбиона Про студиос Он говорит Это что Это команда Которая идет Где-то вверху И так Вообще Недоуменно Но я даже Скажу Вкратце О том Что Ты правильно Подытожил Что Все кроме первого Второго места Очень интересные Будут игры Неожиданно Могут быть Ходы Но вот Повышение в классе Да Наверное Успенская заслуживает Давно И у команды Есть ресурс Я лично знаю Для выступления В первой лиге Желания видимо нет Ну нет Почему Желания есть В следующем году В следующем году Они живут Эту песню Мы от Успенского Слышим Каждый сезон Ну нет Все таки По спортивному Хочется выйти И в этом Я плане понимаю Но у команды Есть все таки Ресурс Для того Чтобы прибавить Прибавить Во всех смыслах В финансовом В игровом И так далее Вот Альбион Играет с тем составом Который вылетал Из премьер лиги И когда он войдет Мне интересно Посмотреть На какой будет Альбион Там Здесь понятно Но с какой целью Команда выходит Вот это будет Для меня очень интересно Но это так Вопрос для Рассуждений Ну Дим Давай отметим Еще Такой момент Что в первом дивизионе Появилась Новая команда Как она называется Осман Гатагов И честно говоря Не общался С представителями Да К сожалению Не получилось Не было на стадионе И Соответственно Зато вот знаю Не знаю Совпадение это или нет Но На Востоке Была в свое время Такая команда Даже по-моему В прошлом Еще Сезоне И вот вполне вероятно Что это как раз Она перекочевала Сюда к нам на запад Вполне возможно Один из братьев Гатагов Собственно говоря Играет в Успенском Вот И поэтому Наверное близко Как раз Поиграл Поруководил Все очень рядом Ну я думаю Под такой имя Можно набрать В принципе Колоритный Интересный состав Но пока команда Идет Но команда С багажом Осталась С багажом От предыдущего владельца Этого места В первом дивизионе И Здесь Нужно Действительно Дать Какое-то время Чтобы команда Уже Вышла на Набрал тот ход И вышла на Свои позиции Где-то может быть В середине Турния таблица А может быть И вообще Удастся зацепиться За первую пятерку Кто знает Кто знает Коллектив Опытный Поэтому Адаптироваться Особо не нужно Будет Тем более Что Как ты говоришь Есть знакомые Поэтому Информация Должна быть Приличная Ну следим За развитием Событий В первом дивизионе О котором будем Говорить Ну и последний Штрижочек Такой все-таки О первом дивизионе Мы Давненько не показывали Таблицу Прогнозистов Вот сейчас На ваших экранах Вы ее видите Небольшие у нас Изменения Произошли Сейчас Вот это первое Место занимает Семидесятью восьми Баллами Вадим Сахаров Также Туда Постеснился Еще Руслан Шагапов На 77 баллов Второе место Первый раз Когда мы показывали Этих результатов Не было Михаил Бармоткин Был И Роман Саркисян Также Немножко скатились Вниз И на пятом месте Алексей Приходный 72 балла Но в принципе Здесь Ты знаешь Тут Михаил Бармоткин Наверное Все-таки В Дюпель Очень верят И поэтому Как раз Его команда Немножко подводит Поэтому и Такое понижение Хотя не знаю В чем В общем-то причина Но вообще Ни за кем Не следим Факты интересные Вот такая у нас Получается Пятерка Прогнозистов Будем следить дальше Там все тоже Очень Интересно Ну а Мы Сейчас Спускаемся Ниже И Посмотрим На Вторые дивизионы Сейчас мы Как раз Должны Были По идее Обсудить Вторые и Третьи лиги Но К сожалению И хронометраж Нашей передачи Ограничен Ну и К тому же Мы сделали Больше акцент На матчи Еврокубковые Да Обсудили их С нашим гостем Ну и Так скажем Еще одна Очень неприятная Новость Буквально За несколько Часов До передачи Наш эксперт По Первым Вторым И третьим Лигам Максим Киселев Почувствовал себя Не очень хорошо Отпросился С основной Работы Сейчас Находится Дома Принимает Какие-то Лекарства В общем Надеемся Что он В скором Времени Поправится Хотя бы Через Две Недели Чтобы мы Уже смогли Чуть подробнее Остановиться На Нишних Дивизионах И Уже Непосредственно Обсудить Их в полной Мере Просим Здесь Прощения Но Не можем Оставить вас Без трансляции На этих Выходных Будем Транслировать Матч Между ФКСП И Трансконтейнером Матч Очень интересный Ну и Также я Обратил бы Внимание На противостояние Между Портером И Титаном Две команды Которые Идут Всего С одним Поражением В остальном Без потерь И Делят Первую Вторую строчку Турнирной Таблице Что ж Это Пожалуй Все Что мы Хотели А самое главное Успели Обсудить В нашей Передаче За эти Две Недели Нам Нужно Остается Только С вами Попрощаться Ну и Конечно Пожелать Чтобы Вы Приходили Даже В такую Не очень Теплую Погоду На Сетунь Парк И Поддерживали Своих Любимцев До свидания